Приветствую вас и, в принципе, эксперты достаточно подробно ответили на ваш вопрос. Я думаю, что они ответили на вопрос более чем исчерпывающий, но вот что мне бы хотелось вам сказать. Дело в том, что вы пишете о ревности. То есть ревность для вас достаточно серьезный момент. Вы ревнуете, вы не представляете, как можно, да, оказаться в такой ситуации и не испытывать ревности. Но ваш мужчина этой самой ревности, судя по всему, не испытывает. Следствие чего у вас возникает, не то чтобы сомнения, но такие неприятные мысли на эту тему. И вот в том, что касается ревности, нужно быть достаточно определенным. Потому что ревность указывала, она своя. Мужчина, он вас, понятное дело, не ревнует. И вот почему. В чем, как вы думаете, кроется причина того, что мужчина вас не ревнует? На самом деле, ответ достаточно прост. Это, так говоря, что мужчине это нужно. То есть, быть с вами ему уже недостаточно до конца. Быть с вами его уже не устраивает, так, как раньше. И эмоций определенно не дает. Таких, как раньше. И, соответственно, соответственно, мужчины чувствуют, что вы готовы для него на все. И он этим пользуется. Он пользуется тем, что вы готовы исполнить любое его желание. И, конечно, нельзя его в этом винить, что вы заговорите. Если он видит, что человек, в данном случае вы готовы его желание исполнить, то почему бы и не попробовать. Тем более, что вы думаете, тем более, что вы мыслите именно в такой форме, именно в такой перспективе, а что будет дальше, а почему он именно ревнует и так далее. Но, но, видите ли, почему мужчине недостаточно вас, что он хочет что-то другое еще попробовать. Вот самый вопрос. Почему мужчине нужно как-то разнообразить ваше жизнь, разнообразить настолько, что привлечь туда еще третьих лиц? Вот что, о чем нужно волноваться в данном конкретном случае. Ведь то, что он предлагает вам, в этом кроется его неудовлетворенность тем, что есть на данный момент. Хорошо это или плохо, мы сейчас не говорим. Мы говорим однозначно, что в этом есть его неудовлетворенность. И если мужчина вот сам для себя считает возможным проведение определенного досуга, то значит он готов с вами, он готов с вами, прошу прощения, он готов с вами с кем-то делиться ради своих желаний. Вот у него есть желания, и он готов, ну, скажем так, принести жертву в жертву, принести жертву вас, в жертву своим желаниям. Это, конечно, хорошо. Это может быть и плохо. Это выбор мужчины. И на этот выбор мы повлиять не можем. Да и, в принципе, было бы неправильно, если бы мы на него могли повлиять. Но понимаете, какая ситуация? Если мужчина один раз принес ущербку вас своим интересам, он сделает это еще раз. И его аппетиты будут расти. Когда человека любишь, когда человека ценишь, когда хочешь быть с ним, вот вы, например, не можете представить себя там с кем-то другим, а он может представить вас с кем-то другим. И это значит только лишь одно, что у вас разные друг к другу отношения. Почему и как эти отношения сложились в том виде, в той форме, в котором они есть сейчас, в данном случае не имеет значения. Они есть и они существуют. Важно, что мужчина, он к вам, видимо, относится совсем не так. И вот это нужно понимать. Понимать, что ваш молодой человек не видит вас так, как вы видите его. Есть определенная разница в восприятии вас и его вами. И эта разница в будущем, если вы пойдете на поводу его желаний, может привести к негативным последствиям, к изменам, к каким-то еще моментам и так далее. А может и не привести. Но в любом случае, преврешенно в любом случае, однозначно, что можно сказать? Это то, что молодой человек не считает, что вы должны быть только его. И может быть, в силу своей молодости, может быть, в силу желания попробовать как можно больше, он готов это принести в жертву, он готов к тому, чтобы вы были чьи-то еще. Это его право. Но это на голову этот печаток. Если мужчина готов отдать вас другому, это значит, что он и сам может также отдать себя другой. А это значит, что такой человек не надеется. Это значит, что такой человек, ну, мягко говоря, может вас предать, например. И только вся в том, что мы не можем знать вашего мужчину. Многие, многие представители сильного пола воспринимают ситуацию, которую вы описываете очень, знаете ли, буква. То есть, встретились, провели время и забыли. А может быть, ваш мужчина хочет вызвать из себя ревну, чтобы показать себе, как бы вспомнить о том, что он вас добился. И уже после этого, проводя с вами время, он будет чувствовать себя мужчиной, там, первым, единственным и так далее. Но факт тот, что это уже комплексы и проблемы молодого человека. Это его сомнения в себе, его желания и так далее. И существует, конечно же, чисто теоретически возможность, что вы сделаете, как он хочет, и все останется, как прежде. Но, к сожалению, очень много факторов, в том числе факторы и с вашей стороны, и с его стороны, которые угрожают вашим отношениям. И если вы дорожите, то отнеситесь, постарайтесь отнестись к тому, что просит вас молодой человек, как капризу ребенка. то есть, в общем и целом, ваша позиция, касаемо того, что вы делаете для мужчин все, что в ваших силах, она измерна. Конечно, при условии, что мужчина тоже делает для вас все, что вы хотите. Но мужчина против вас что-то для себя, то, что вы можете сделать между сферами себе, и это его право вас просить, и ваше право давать ему то, что он хочет. Но если просьба такова, что она затрагивает вас, и она ставит именно вас в двоякое положение, в двоякое позициях, в которой вы можете сомневаться, сомневаться в себе, и так далее, да, то в этом случае вам стоит призадуматься, насколько вот мужчина ну, вообще говоря, вас уважает, насколько он думает о вас. Потому что если это не так, если он о вас не думает, или думает в меньшей степени, то делать для него, тем более, ничего не стоит. А если вы видите, что мужчина просит что-то такое, что вы должны делать ущерб себе, а вы ревнуете на этот ущерб, то делать этого не нужно. В конце концов существуют какие-то границы, какие-то рамки, и вы совершенно не обязаны потакать каждому кормит вашего мужчины. Вот в этом ключе я и думаю вам нужно дур-дур. То есть исполнять все желания здорово, но нужно, чтобы и вы, и мужчина понимали границы. Потому что личные отношения таки личные отношения, когда в них вмешиваются третьи лица, создается риск, совершенно неоправданный риск для разрушения этих отношений. И если вопрос в том, готовы ли вы рискнуть своими отношениями, готовы ли вы их поставить на карту ради мимолетового удовольствия, ради краткосрочного наслаждения. Вот и все. Если лично вы готовы, если вы считаете, что все будет в порядке, если вы уверены в своем отношении к мужчине, если вы уверены в нем, уверены в своих чувствах, попробуйте. Это ваше право. Но если вы сомневаетесь или отношениями дорожите, не хотите им рисковать, а это иск, то лучше этого не делать. Уверен, хуже от этого не станет никому, а мужчина, если он вас любит, он будет уважать ваш выбор, ваши желания и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.